Музыка Темой нашего сегодняшнего спецрепортажа стал еще один коммунальный скандал в Мурманске В управляющей компании жил центр При весьма загадочных обстоятельствах за лето сменилось три директора В самый разгар подготовки к отопительному сезону выяснилось, что предприятие задолжало за тепло более 60 миллионов рублей Из-за кадровой чехарды приостановлены текущие ремонты кровель и подъездов Люди хотят знать, что на самом деле творится за закрытыми дверями акционерного общества Кому они доверили управлять своими домами? Я попыталась пригласить прессу обратить внимание Мы не хотим быть в неведении Акционерное общество Управляющая компания жил центр Зарегистрировано в декабре 2006 года Уставный капитал 89 миллионов рублей Из них 44 миллиона рублей внесло муниципальное унитарное предприятие Мурман недвижимость Причем 50% недвижимым имуществом полученным из муниципальной казны на праве хозяйственного ведения На сегодняшний день именно агентству Мурман недвижимость принадлежит половина акций предприятия Остальные поделили между собой акционер Черепанова и Ланда Александр Ланда Генеральный директор УК жил центр с момента основания компании Ранее занимал должность директора Он клиник Мурманск Освобожден от управления жил центром 8 июня 2009 года На этом посту его сменила Людмила Нагорнова Директор строительной компании Сатурн Норд Должность она оставалась всего два месяца До тех пор, пока 11 августа в офисе компании жил центр не произошла смена власти Я вам не позволю здесь так себя вести Мужчины в черных костюмах потребовали от генерального директора Нагорного освободить кабинет и стали диктовать свои правила сотрудникам Всем оставаться на своих местах никого не впускать и не выпускать Со стороны все происходящее очень напоминало рейдерский захват Вы видите в каком мы состоянии что стоят 8 человек нас открывают, закрывают, допускают Я первый раз такой, я 27 лет руководительной работы я первый раз такой, поэтому будем надеяться не знаю, чем закончится у нас день Людям было предложено сейчас так предъявлен приказ и всех собрали в коридоре и сказали или вы подписываете, или вы уволены Во-первых, никому не было такого сказания Я предложила людям свое мнение я не хочу их в наши дрязги всовывать В качестве документа, подтверждающего права непрошенных визитеров вести себя таким образом был представлен только некий протокол некого собрания, подлинность которого вызвало сомнения Вот протокол акционерного общества собрания, где было установлено что Нагорная Людмила Николаевна свои полномочия досрочно сдает и избирается новый генеральный директор то есть я, Левин Андрей Николаевич Обратите внимание на печать которой заверен судьбоносный документ Не она ли пропала с сейфа предприятия два месяца назад о чем было заявлено в УВД Из жалобы на постановление об отказе возбуждения уголовного дела от 24 июня 2009 года Учредительные документы и печать общества до настоящего времени не возвращены Ланда удерживает их без каких-либо законных оснований и может использовать документы для совершения противоправных действий в том числе фальсификации, что повлечет за собой причинение убытков На основании изложенного прошу поручить сотрудника милиции провести дополнительную проверку Вернемся к собранию акционеров, которое состоялось накануне этих событий 10 августа Сразу оговоримся, что оно было внеочередным Его инициировал сам Александр Ланда Он же был избран председателем заседания А вот секретарем Дмитрий Нагорнов Именно он должен был вести протокол Проще говоря, фиксировать, к какому решению пришли стороны Протокола с моей подписью в настоящий момент не существует По этой причине тот совет директоров, который якобы избран На этом собрании акционеров, он, я так понимаю, пока нелегитимен По той причине, что нет протокола в природе с моей подписью Я не подписывал никаких документов, поскольку меня просто лишили этой возможности Вот годовой отчет о деятельности предприятия в 2008 году Который представил акционером Александр Ланда Вы можете познакомиться с ним, зайдя на официальный сайт компании Жилцентр Бывший директор утверждает, что сработал с прибылью в 180 тысяч рублей А вот заключение аудиторской компании ООО «Норд Аудит Плюс» Эксперты пришли к выводу, что финансовая отчетность предприятия недостоверна Аудиторское заключение Нами выявлены существенные нарушения ведения бухгалтерского учета Неправомерно отражены затраты, завышена выручка Менее 50% задолженности подтверждено актами сверок счетов Не проведена годовая инвентаризация Вот еще одно заключение на этот раз аудиторов из компании КАДМ Специалисты делают вывод, что за отчетный период Чистые активы предприятия сократились на 34 миллиона рублей Заключение Искажение финансовых показателей Рост директорской задолженности Отвлечение оборотных средств на протяжении 2008 года Приводит общество к невозможности дальнейшего существования И по нашему мнению ведет к банкротству и ликвидации Лично мне не совсем понятна нейтральная позиция От такого акционера, как муниципальное предприятие Агентство Мурманнедвижимость Учредителем которого является Муниципальное образование город Мурманск В лице комитета имущественных отношений Как органов полномоченного собственника Непонятно то, что эти нейтральные действия Какие-то или действия направленные на что-то С какой-то выгодой Она пока не очень понятна, я думаю, и вам И простому обывателю, в хорошем смысле этого слова В преддверии отопительного сезона И после двух месяцев Я считаю Очень серьезные работы Которые провела Нагорного Людмила Николаевна Так вот, на собрании акционеров Жилцентра 10 августа Мурманнедвижимость повела себя как враг народа Вместо того, чтобы защищать его интересы Оно устранилось от принятия решения В итоге на свет появился подконтрольный ланди совет директоров Впрочем, его легитимности можно усомниться Выборы сложно считать состоявшимися Голоса поделились поровну Протокол заседания, как мы уже знаем, не подписан Тем не менее, уже на следующее утро Ставленник нового совета Хозяйничал в офисе жилцентра Это было решение совета акционеров По определенным причинам В связи с тем, что хозяйственная деятельность Были накоплены определенные долги С которыми нужно сейчас разбираться Говоря это, Андрей Николаевич лукавит Задолго до его появления на пороге жилцентра Людмила Нагорного уже начала разбираться с долгами И в результате ее расследования Открылась страшная правда Вот акс-сверки от 4 августа 2009 года За номером 103-38 Где черным по белому написано Что управляющая компания жилцентр Задолжала муниципальному предприятию Мрифт За отопление и подогрев воды В период с 1 июля 2008 года По 8 июня 2009 В общей сложности 68 миллионов рублей Задолженность огромная Это финансово-хозяйственная деятельность директора О чем органы Мы подали заявление в суды И в прокуратуру И во все остальные органы Понаправили чисто юридические документы Но если вы обратите внимание Я ни разу за 2 месяца Не сказала Ни про Ланту Комментарий не давала Ни про его деятельность Почему? Потому что я все время уклончиво Очень говорила, что этим заниматься должны органы К Людмиле Нагорновой можно относиться по-разному И как к бизнесмену, и как к человеку Но факт остается фактом За тот непродолжительный период Который она была у руля жилцентра Она успела развить невиданную до сих пор активность Вот у нас есть организация Надежды Я знаю их текущие трубы Подвалы, куда бы они ни обращались Никто не делал Пришла Людмила Николаевна Это дом, долевое участие, долевая собственность Они сделали там ремонт Грамотно это? Грамотно, правильно, правильно Но почему же не дают людям работать? Первая из директоров управляющих компаний Пошла на прямой контакт с людьми И сделала попытку серьезно разобраться В непростой ситуации на предприятии Но, видимо, копнула слишком глубоко Мы не знаем, по какой причине сняли Ланду Я где бы не выясняла, никто не объясняет Но если там криминал Пусть выясняют, нам докладывают Если криминала нет, за что ушел? Сняли Людмилу Николаевну За что? За полтора месяца криминал не сделаешь Мы не будем рассказывать о всех махинациях Которые всплыли на поверхность Благодаря расследованиям Нагорной Мы лишь познакомим вас с некоторыми фактами В результате инвентаризации было выявлено Что бывший директор жилцентра Ланда Заключил договор с юридической компанией ООО «Сфера» Учредителем которой он и являлся На общую сумму более 13 миллионов рублей Кстати, с его уходом с поста директора Пропала не только печать предприятия Но и эти договоры Настоящим сообщая, что папка с договорами Между ООО «Жилцентр» и ООО «Сфера» Отсутствует по неизвестной мне причине И служебной записке юриста «Сферы» Куриловичу, генеральному директору Нагорновой От 9 июня 2009 года Ланда покинул пост руководителя Жилцентра, прихватив с собой Золотую карту Сбербанка На его имя был оформлен бизнес-счет Он позволял ему свободно распоряжаться Деньгами компании, которые складывались Из коммунальных платежей населения Мало того, такой же счет был открыт На имя сотрудника сферы Господина Борта Из объяснительной записки Главного бухгалтера Жилцентра Борт уволился внезапно Как-то резко исчезнув Согласно приказу, подписанному руководителем Его рассчитали Два раза подавали документы На закрытие счета в банк Пытались таким образом Подействовать на возврат карточки Вполне возможно, что туда же Отправились и автомобиль «Опель» И парочка ноутбуков Которых недосчитались В процессе инвентаризации Имущества Жилцентра Согласно проведенной инвентаризации По состоянию на 1 июля 2009 года Установлено отсутствие автомобиля «Опель Вектор» В количестве одна штука Двух мониторов И двух ноутбуков Из объяснительной записки На автомобиле «Ланда» уехал Больше транспортного средства Мы не видели Подвигом топ-менеджера «Ланды» Можно отнести И приобретение весьма сомнительных Ценных бумаг Как выяснилось В 2008 году Он потратил несколько десятков Миллионов рублей На покупку векселей Компании «ТМТ» И «Север Транс» По неофициальной информации Эти фирмы Принадлежат известным Мурманске предпринимателям Сороки и Шубина Причем уставный капитал Одной из компаний Составляет всего 10 тысяч рублей А вернуть деньги Проценты Жилцентру Обещано только В 2018 году Сомнительные выгоды И заключение Аудиторов КАДМ Долгосрочные Финансовые вложения Непроверенные на Обесценивание Имеют отрицательную Величину Минус 34 миллиона С достижения Александра Ланды На посту Директора компании Можно также вспомнить Установку терминалов Оплаты коммунальных услуг Мурманчане хорошо Помнят эту скандальную историю Судить о чистоплотности Прежнего руководства Можно и на основании Следующих фактов Жильцы сразу Нескольких Многоквартирных домов Сумели доказать В суде Что их подписи Под договорами С управляющей компанией Фальсифицированы Они не подписывали Никаких бумаг А вот письменное заявление Акционера Черепановой Которая до последнего времени Являлась председателем Совета директоров Жилцентра Она утверждает Что не ставила Свою подпись Под некоторыми документами Ставлю под сомнение Подлинность данных документов А это постановление О возбуждении уголовного дела И принятие его к производству От 21 августа 2009 года В отношении нового директора Укажил Центр Андрея Левина Не успел топ-менеджер Приступить к исполнению Своих обязанностей Как уже взят под стражу Он был задержан При попытке дать взятку В размере 250 тысяч рублей Должностному лицу Обвиняемый Являясь представителем Компании ООО СМК Которая заключила Государственный контракт На поставку каменного угля В исправительной колонии Предложил взятку В размере 1 миллиона рублей За нерасторжение данного контракта В связи с его неисполнением Вот такой коммунальный бизнес Замешанный на обмане При молчаливом согласии Мурман недвижимости Представители Которые по неизвестным нам причинам Предпочитают Закрывать глаза на происходящее Но это Тема уже для другого Специального репортажа Вообще в этой ситуации Проблем много Вот здесь есть такая фраза Вечерний Мурманский Вчерашнем Где Алексей Германович Лыженков говорит Что городская администрация В эти проблемы не вникает То есть это вот не их дело Но я не думаю Чтобы господин Лыженков не знал Что администрация Главный учредитель ОАО Жилцентр И 50 процентов Если я не ошибаюсь Акции именно у нее И именно по этому признаку Мы выбирали жилцентр Потому что у нас всегда Городской администрации Доверие Мы считаем Что если причастна К этому городская администрация Значит это будет все честно Все будет сосчитано И как-то будут Наши интересы защищаться Кто вмешается в ситуацию Администрация города И лично мэр Он ведь обещал Навести порядок В управляющих компаниях А может стоит уповать На совет депутатов Не могут же народные избранники Не видеть Что у них творится под носом Или быть может Точку в махинациях Поставит прокуратура Которые увидят В действиях фигурантов Этой истории Попытку преднамеренно Обанкротить предприятие А может быть Федеральный центр Который захочет Защитить деньги Предназначенные Для капитального ремонта домов От нечистых на руку Бизнесменов В любом случае Ставить точку В этой истории рано Есть опасность Что без народного И государственного контроля Над управляющей компанией В ближайшее время Ее новые руководители Попытаются присвоить себе Муниципальную недвижимость Ни совет директоров Ни акционеры Не смогут помешать им Продать помещение С выгодой для себя И пока Людмила Нагорнова Пытается добиться Правды доступными Ей средствами Через адвокатов И суды А жители Октябрьского округа Пишут жалобы Мы решили отправить Этот специальный репортаж В несколько инстанций В прокуратуру Отдел по борьбе С экономическими преступлениями И администрацию президента Быть может в Москве Эта история Покажется кому-то Интересной В процессе подготовки Этого специального репортажа К эфиру Нам стало известно Что в отношении Бывшего генерального директора Управляющей компании Жилцентра Александра Ланды Возбуждено уголовное дело По статье 201 Часть 1 Злоупотребление Полномочиями Ответственность За подобное преступление Карается лишением свободы Сроком до 4 лет Редактор субтитров А.Семкин